Игорь Яковенко, российский журналист-социолог, с нами на связи. Игорь Александрович, приветствую вас в нашем эфире, рады видеть. Здравствуйте, взаимно. Действительно, есть о чем поговорить, да и в принципе, это не первые международные организации, которые фактически продолжают вот этот путь Российской Федерации в изоляцию, но не просто сами организации, а руками Путина. Сам же Путин это продуцирует и делает, фактически ничего не оставляет международным структурам, в которых есть нормативные документы, международные документы. И когда кто-то один из членов той или иной организации нарушает эти все правила, понятное дело, что ему показывают на выход. В понятии государства fail state есть все-таки пункт, который говорит о том, что государство приближается к этому понятию, если происходит международная изоляция. Как вы считаете, Игорь Александрович, уже сегодня мы можем говорить, что Российская Федерация это государство fail state, либо же все-таки еще необходимый ряд действий, чтобы Путин создал, чтобы сам завел же государство, которым он сегодня управляет и держит страхи, завел в это понятие уже полностью? Я думаю, что будет сильным преувеличением говорить о полной международной изоляции. Да, хорошо. Если мы говорим о реальных интересах России, то это прежде всего экономические интересы, это на сегодняшний момент плотное взаимодействие с Китаем, с Индией, с целым рядом других стран. Так что, ну, конечно, конечно, с точки зрения престижа, с точки зрения вообще вот ощущения того, что Россия не вылетела из огромного, действительно большого количества, прежде всего, европейских структур, это может, так сказать, можно считать таким началом изоляции. Но главные проблемы здесь не решаются. Ведь если мы говорим о главном процессе, который происходит сегодня на планете, это война. Война на территории Украины. И на сегодняшний момент с экономической точки зрения никакой катастрофы в экономике России не происходит, потому что все вот эти вот очевидные потери от контрактов с Европой Путин прекрасно, ну, не прекрасно, но, во всяком случае, в значительной степени компенсировал переключением продажи тех же самых энергоносителей на Индию и Китай. Значит, что касается там какого-то военного взаимодействия, то здесь для Путина является большим подспорьем взаимодействия с Вьетнамом, с Северной Кореей, ну, и в какой-то степени с тем же самым Китаем. Поэтому, конечно, говорить о изоляции сложно. Вот вы сейчас показали какие-то спортивные события, ну, в смысле, в какой-то спортивный форум. Вот здесь, пожалуй, вот если говорить именно, так сказать, о спортивных каких-то коммуникациях, то вот здесь, пожалуй, можно говорить об изоляции, потому что Россию очень сильно вытеснили из мирового спорта. А что касается, вот, ну, все-таки для жизни страны в плане выпиливания из глобального мира, ключевой вопрос – это экономика. А здесь вот такой блокировки не произошло. Все санкции все-таки, несмотря ни на что, носят, ну, уже нельзя говорить, что они носят косметический характер, но, по крайней мере, разрушительного характера нет. Поэтому я бы не стал преувеличивать вот значение вот этих вот международных договоров. В том числе, вы знаете, во многом вот путинское окружение даже с некоторым облегчением это воспринимает, потому что не надо ориентироваться на какое-то внешнее наблюдение, не надо соответствовать каким-то стандартам. То есть это, что называется, Путин освободил себя и свое окружение от обязанности следовать каким-либо вообще международным нормам. Но тут же еще возникает вопрос, а в целом, насколько может быть еще большим давление на Российскую Федерацию? Вот сегодня мы обсуждали вопрос того, что не будут признавать легитимными выборы в Российской Федерации на временно оккупированных территориях. Ну, в целом, Путин будет нелегитимным после перевыборов, если можно назвать этот процесс целым выборами. Но насколько вы видите, это удар для Путина, для его диктаторской политики в целом. Это больше моральный удар? Или же все-таки будет какой-то и момент в плане экономической либо политической деятельности Путина? Результаты я имею в виду. Вы знаете, во-первых, то, о чем вы говорите, признание выборов, непризнание выборов, признание легитимности, нелегитимности, это в международном праве такая институция, именно как вот, значит, она отсутствует. То есть, ну, смотрите, давайте попробуем на конкретных примерах. Вот в этом году будет довольно много выборов, там несколько десятков разных странах. И вы понимаете, да, что, значит, все, сколько там, 200 стран, которые являются членами Организации Объединенных Наций, они не обязаны принимать решение о признании или непризнании этих выборов. То есть, это такая, ну, я бы сказал, факультативная процедура. То есть, что такое признание или непризнание выборов? На самом деле, признание или непризнание выборов это внутреннее суверенное дело каждого государства. Я сейчас говорю вещи, которые несколько противоречат сейчас общепризнанные точки зрения, но это факт. Понимаете, есть другая институция, это признание государства. Вот признание или непризнание государства, это вполне официальное решение, так сказать, руководства страны. И, ну, например, известно, что Советский Союз довольно долгое время не признавали, скажем, в Соединенных Штатах Америки. И признание Советского Союза, это было такое принципиальное решение. Сегодня не признают, скажем, там, ну, какое-то время, когда были вот эти две бандитские формирования ЛНР и ДНР, то их не признавали. Вот их можно было признать или не признать. Точно так же, как сейчас не признают Абхазию и Южную Осетию. А вот что касается непризнания выборов, ну, по этому поводу есть высказывания людей, понимаете? Есть высказывания, например, каких-то международных организаций, которые объявляют эти выборы, те или иные выборы объявляют нечестными, несправедливыми, непрозрачными и так далее. Существует целый набор требований, которые соответствуют или не соответствуют. Подводя итог вот этому, так сказать, своему тезису, я могу сказать, что наиболее вероятной реакцией со стороны международного сообщества, я думаю, что большинство стран просто предпочтут промолчать. То есть, возможно, несколько вариантов реакции на вот это вот мероприятие, которое в России называют выборами. Первая реакция – это поздравить человека, который выиграл. Ну, понятно, речь идет о Путине. Я думаю, что, ну, я надеюсь, что в Европе никто на это не сделает, не пойдет. Я сомневаюсь, что, ну, скажем так, насчет Орбана я не уверен, но все остальные, я думаю, что никто, кроме, ну, может быть, Орбан. В Европе никто не поздравит, значит, Соединенные Штаты Америки точно не поздравят. Есть второй вариант – это объявление о том, что данные выборы не признаются, или человек, который их выиграл, не является главой государства. Вот у меня есть очень сильные сомнения, что большинство европейских стран пойдут на такое заявление. Я надеюсь, что последние события, в частности убийства Навального, может быть, кого-то подвигнут на это. Я думаю, что страны Балтии, скорее всего, на это пойдут. Возможно, Польша, но вряд ли уже Соединенные Штаты Америки на это пойдут. Большинство, включая США и все крупные страны Европы, они просто предпочтут избрать третий вариант, а именно просто промолчать, просто не заметить. Ну да, действительно, то, что будет происходить 15-17 марта, выборами точно нельзя назвать, поэтому они просто промолчат. Сказать, что это будет как-то катастрофически влиять на положение Путина, тоже нельзя. Потому что и так, в общем-то, с ним уже не общаются. И так уже он является, ну, как прокаженный такой. Поэтому я думаю, что сильно это никак не скажется на ситуации с Путиным. Вот, скажем, выдача ордера, то, что сделал Международный уголовный суд, выдал ордер на его арест, на розыск и арест. Это серьезно. Вот это важная мера. Я думаю, что если говорить о реакции на всякие гадости, которые Путин делает, то идеальной реакцией будет все-таки выдача самолетов F-16, томогавков, танков и, главное, боеприпасов. Вот это серьезная штука. А все остальное, это, в общем, ну, я бы сказал так, это как такая щекотка для Путина. Я не думаю, что это будет иметь значение. Тут еще также важный вопрос. А в целом тогда, каким вы видите сопротивление путинскому режиму за счет и поддержки международных партнеров, да и в целом российские оппозиционные силы? Как сейчас в целом можно давить на Путина, если мы отодвинем в сторону то, чем занимаются экономисты, европейские партнеры, санкции, ограничения и так далее? В чем вы видите еще такой мощный удар по Путину, такую себе пощечину ему очередную? Если вы говорите о российской оппозиции, я правильно понимаю вас, да? И о российской оппозиции в том числе. Мы же за консолидацию сейчас говорим. И как мобилизовать все силы для того, чтобы максимально нанести урон диктаторскому режиму Путина? Я думаю, что давайте просто, что называется, пойдем по логической цепочке. На сегодняшний момент главные события происходят на поле боя. Они происходят... И главная оппозиция Путина – это вооруженные силы Украины. Поэтому поддержка вооруженных сил Украины, прежде всего, оружием, боеприпасами, танками, самолетами, средствами ПВО и так далее – вот это самое главное, это самое основное. Для того, чтобы это делать, необходимо сформировать в том числе общественное мнение на Западе. И вот сейчас очень тревожные результаты вопросов очень тревожные. В частности, в Европе очень большое количество людей, то есть на самом деле всего 10% верят в победу Украины, а 20% верят в победу России. Вот это тревожная история. Мне кажется, что здесь очень важная задача журналистов, лидеров общественного мнения – менять эту точку зрения. Поэтому, еще раз говорю, самое главное – это поддержка вооруженных сил Украины. Для нас, для российских оппозиционеров, в частности, важна поддержка тех российских добровольцев, которые воюют плечом с украинцами против фашистского государства. Ну и есть еще одна вещь, которую, как мне кажется, нужно готовить. Я думаю, что единственный реальный вариант устранения фашистского агрессора с международной ареной – это распад России. Война не закончится поражением российской армии. Не закончится. Путин не перестанет воевать. Он соберет силы и снова нападет. Обязательно. Это вариант мирного сосуществования с этим фашистским образованием невозможен. Поэтому, на мой взгляд, нужно, во-первых, готовить мировое общественное мнение к тому, что распад России – это не страшная пугалка. Потому что очень многие боятся этого. Я много сталкиваюсь на международных площадках, когда говоришь о распаде России, люди начинают пугаться. Я имею в виду политики европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Они этого боятся. И всегда боялись. Это ошибка. На самом деле распад России – это благо. Это лучший вариант устранения вот этой гигантской угрозы со стороны Северной Евразии. И я думаю, что с другой стороны надо готовить в том числе и общественное мнение в России. Насколько у нас есть такая возможность пытаться способствовать национально-освободительным движениям в Татарстане, в Башкортостане, в Якутии, в Сибири оно есть, на Дальнем Востоке, на Севере России. Везде есть центробежные тенденции. Я думаю, что их надо поддерживать, надо объяснять людям, что на самом деле отдельно регионы России будут жить гораздо лучше, свободнее и более благополучно, чем в составе вот этой вот гигантской империи, которая высасывает все соки из региона. Мне кажется, это большая работа для исследователей, для журналистов. Ну а самое главное, еще раз подчеркиваю, это помощь вооруженным силам Украины. Потому что без этого, без серьезного военного поражения, ни один фашистский режим, то есть фашистские тоталитарные режимы, рушатся в двух случаях. Либо это смерть диктатора, либо это тяжелое военное поражение. История не знает других вариантов освобождения от такого рода режима. Александр Ильич, огромная благодарность за участие в нашем эфире. Нашим зрителям напомню, Игорь Яковенко, российский журналист-социолог, были с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.